Всем привет, друзья! Свежие новости подъехали только для вас. Не буду долго затягивать, поэтому начинаем последние новости в мире бокса. Самый известный рыжий боксер на планете, Сауль Канело Альварес, не будет проводить поединок в сентябре. Как сообщил источник, решение принято, чтобы заполучить для чемпиона наилучшего соперника и максимально раскрутить поединок. Когда в следующий раз мы увидим Канело в поединке, пока что неизвестно. Тони Бельо рассказал свое мнение об Александре Усике. Усик исключительный боец, он лучший, с кем я встречался, очень хорош. Он просто не уставал, он элитного уровня. Усик это один из немногих элитных бойцов. Говоря об этих бойцах, я имею ввиду Канело, Ломаченко, Усика. Я не вижу никого, кто может перебоксировать его. Я не вижу никого, кто побьет его. Единственная вещь, которая может победить его, это габариты. Это единственное, из-за чего он может проиграть. Если он встретится с Сэнди Руисом завтра, я искренне верю, что он оставит его в дураках. Я верю, что он побьет любого супертяжа, пропорционального его габаритам. Я на самом деле думаю, он оставит в дураках и Уайлдера. Но на таких парней, как Фьюри и Джошуа, прыгать не стоит. В стиле делают поединки, когда перед тобой огромные парни, как Джошуа и Фьюри, тебе некуда идти. Амир Хан один из самых забавных боксеров, который порой выдает самые нелепые высказывания. Когда-то он говорил, что Джошуа встречается с его женой. Хан опять за свое. Теперь он заявил, что его следующий соперник Мэнни Пакьяо. И что контракт уже подписан. Правда, сам Пакьяо и его команда почему-то об этом не в курсе. Второй бой между Деонтеем Уайлдером и Луисом Артисом перенесен на 9 ноября. Несмотря на высказывание нового чемпиона мира Энди Руиса о том, что он категорически откажется от реванша с Джошуа в Лондоне, Эдди Херн утверждает, что последнее слово за ними. Я слышал, что говорит Руис. Но решать, где состоится реванш, будет с Джошуа. Об этом мы договорились ранее. Это прописано в контракте. Александр Хижняк и Виктор Выхрест, чемпионы европейских игр, встретились с новоявленным президентом Украины Владимиром Зеленским. Как говорится, президенты меняются, а боксеры остаются. Энтони Джошуа впервые показал свою вторую половинку. Прописав цитату нигерийского музыканта «Вода не враг». Также, судя по инстаграму, Энтони Джошуа очень замотивирован на реванш и явно собирается вернуть свои пояса, так как тренируется уже сейчас. Ну и напоследок, Дмитрий Кудряшов заявил, что не против выступить по правилам ММА. Как думаете, сможет ли там проявить себя Кудряшов? Ну что ж, друзья, это были самые последние новости в мире бокса. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и на колокольчик жмяк не обязательно.